Я описываю ситуацию на Украине с конца прошлого года, когда начались там вот эти волнения. Каждый день, не каждый день, раз в неделю, два раза в неделю я пишу о том, что там происходит, именно рассматривая ситуацию с точки зрения московского пенсионера. Сейчас я пришел к твердому такому убеждению, к выводу, что скоро все это закончится по одной простой причине. Все-таки очень велика разница в мотивации у ополченцев и у карателей. Одни воюют за свой дом, за разрушенные жилища, за убитых родных и близких, а вторые воюют за какую-то целостность Украины, с какими-то сепаратистами, против какой-то москальской угрозы и так далее. То есть за то, что воюют ополченцы, можно умереть. Это как бы священная война. А можно ли, допустим, оправдать смерть за целостность Украины? Ну, не будет она целостной. Какая разница? Она не была целостной много раз. Я даже не понимаю, в чем вообще причина вот этого нападения, скажем, Киева на Донбасс. Ну, провели они свой референдум, они имели на это полное право, потому что им не дали даже выставить своих кандидатов. Если они не участвовали в процессе, вот мне все время говорят, а как бы вы поступили? Я говорю, точно так же, как любой нормальный цивилизованный человек должен был поступить в этой ситуации. Если вы не даете человеку право сказать, высказать свое мнение, то зачем, почему от него требовать тогда подчинения? Почему он должен подчиняться? Ведь все же знают, как проходила эта выборная кампания. Порошенко победил в тех регионах, в которых за него голосовали. В Донецке за него не голосовали. Почему же они должны подчиняться, я никак не могу понять. У них свои собственные интересы. Они не поддержали этот переворот. Они изначально были против всего, что происходит на Украине. Мало того, им не дали даже вмешаться в общеукраинские процессы, потому что мы помним, как избивали Царева, допустим. Ну, сильно избивали. Как обливали краской депутата, кандидата от Донецка. Вот вы поймите, что как стреляли, допустим, в... Как его фамилия? Я не могу запомнить их фамилии всех. Но сейчас даже неважно. Керниса. Как стреляли в Керниса. Поймите, что когда там происходит такое, эти люди, которые там живут, они не должны, в общем-то, быть беспричастны смотреть на то, что кто-то придет потом и расскажет им, как надо жить. Они сами все выбрали, сами проголосовали. Почему же их надо карать за это? Поэтому у них мотивация другая, и они, конечно же, безусловно, победят. Субтитры сделал DimaTorzok